Грун Хендрик. Новые записки Хендрика Груна из Амстердамской богодельни. Читает Константин Корольков. Среда, 31 декабря 2014 года. По теории вероятности, 80% мужчин, доживших к концу 2014 года до 85 лет, имеют шанс дожить до 31 декабря 2015 года. Эту статистику я подчеркнул из медицинского вестника National Compass Wolfs Gesundheit. Обещаю сделать для этого все возможное, но не обижайтесь, если не доведу до конца года дневник, который начну вести с завтрашнего дня. Шанс — один к пяти. Январь. Четверг. 1 января 2015 года. Раньше Эверт предпочитал вставлять петарды в собачье дерьмо, а еще эффектнее — в кучки конского навоза, но сейчас их нечасто увидишь. Он сожалеет, что прежние хлопушки были намного меньше теперешних. Ведь я в своей инвалидной коляске с большой вероятностью могу взлететь на воздух. С другой стороны, я бы охотно взорвал парочку снарядов в холле. Таков был его вклад в дискуссию о фейерверках, которая продолжается вот уже несколько дней. Несмотря на петицию жильцов, наша директриса, госпожа Стеллваген, не сделала даже попытки снять запретную для фейерверков зону вокруг нашего дома престарелых. Поместила на стенде краткое уведомление, что считает момент для этого неадекватным. За этим что-то кроется, решили некоторые жильцы, в частности те, кто не понял, что значит неадекватный. Другие думают, что Стеллваген не хочет никаких трений с муниципалитетом. Наш клуб с Нонем, старый, но не мертвый, провожал старый год и встречал новый в съемной квартире Эверта, где разрешается печи варить. В комнатах нашей богодельни эта деятельность строго запрещена, но, имея в своих рядах бывших шеф-поваров Антуана и Рио, следует использовать любой повод для кулинарных радостей. Без четверти двенадцать мы все вместе отправились в комнату Граме. Он живет выше всех на пятом этаже. С его балкона мы полюбовались на фейерверк, и Эверт, знак нашего сопротивления дирекции, запустил нелегальную ракету. Он был просто великолепен. Интересно, кто нас заложит? Эдвард, не раздумывая, вызвался явиться на ковер к директрисе, если до этого дойдет дело. Он обещал говорить с ней еще неразборчивее, чем всегда, и на очередном заседании клуба с Ноном представить письменный отчет об аудиенции. Я лег спать в два часа ночи. Такое со мной случалось несколько десятилетий назад. Браво, Хендрик! Пятница, 2 января. В прошлом году каждый день чего-то не хватало. Весь 2013 год я исправно вел дневник. Этот час или полтора давал мне чувство собственной полезности и нужности. Возможно, отсутствие обязанностей – самая характерная черта жизни в богодельне. Живешь на всем готовом. Не надо думать ни о чем. Можно лакать жизнь, как жидкий десерт фла. Все комочки уже удалены. Втянул, проглотил, долой. Многих здешних обитателей устраивает перманентное «все включено». Но для меня и моих друзей праздное прозябание в доме опеки не способствует ежедневному счастью. Я решил в 2015 году снова ввести дневник. С одной стороны, чтобы иметь ежедневную обязанность, а с другой стороны, чтобы держать себя в форме, давая пищу глазам и ушам, и следить за развитием событий в нашем заведении и в остальном мире. Буду каждый день включать мозги и приводить в порядок мысли. Гимнастика для мозгов поддерживает дух. В прошлом году я слишком часто сожалел, что не описал, как кто-то из стариков попадал в очередную передрягу, и как по этому поводу возбуждался персонал, и как самодержавно усмиряла своих подданных директриса. Мне снова хочется писать. Суббота, 3 января. Редкий пример честного высказывания в газете. Ожидание, которое наше общество связывало с созданием профессиональной опеки над престарелыми, в современных обстоятельствах не оправдываются, написал директор одного интерната для престарелых. Другими словами, бывает, что кому-то не успеют переменить подгузник, у кого-то ломается искусственная челюсть, кого-то приходится привязывать к кровати. Увы и ах, это неизбежно. Если все нытики, жалобщики, все охочие до сенсации журналисты и все 32 инстанции, контролирующие дома престарелых, хотят этого избежать, они должны убедить большинство граждан Нидерландов, что нужно в разы повысить зарплату социальным работникам. Желаю успеха. Я лично вручу эту статью нашей директрисе. Что, удивил я вас? Нет больше послушного Хендрика. Пока еще рано говорить об отважном Хендрике, но год назад на похоронах Эфье я решил послать к черту свою вечную осторожность. Я все чаще называю вещи своими именами и при этом чувствую себя превосходно. Поначалу я еще каждый раз нервничаю, задыхаюсь, горло подкатывает кум, какой-то миг я колеблюсь, а потом словно ныряю с вышки в воду, чтобы с восторгом вынырнуть на поверхность. В таких случаях мне жизненно необходимо одобрение других членов клуба с ноном. Прежде всего, со стороны Эверта. Ведь мой лучший друг никогда не боится называть вещи своими именами. Он моя поддержка и опора. В этом году предсказывают очередную ужасную зиму. Хотя все предыдущие предсказания страшных морозов оказались ошибочными, нынешний прогноз снова воспринимается всерьез. Мои соседи по дому запаслись всем, чем можно. Шкафы забиты печеньем, шоколадками, конфетами, прохладительными напитками и туалетной бумагой. Вы скажете, а она-то здесь при чем? При том, что с некоторых пор мы должны сами обеспечивать себя туалетной бумагой. Из соображений экономии. С тех же пор экономят даже на уборке помещений со всеми вытекающими. То, что сэкономлено на бумаге, будет истрачено на специальные моющие средства. Воскресенье, 4 января. Впрочем, директриса, госпожа Стеллваген, даже не взглянет на упомянутую выше газетную статью. Ей ни к чему не прошенные советы. Стеллваген проявляет интерес только к собственной репутации. Всем довольные обитатели дома покорно обслуживают ее в царском шатре. Она знает, что я это знаю. И знает также, что у меня есть небольшая группа поддержки, которую не стоит недооценивать. Борьба между директрисой и клубом с нонным ведется тонко и осторожно, с переменным успехом для каждой из враждующих сторон. Никто не хочет открытого военного столкновения. Слишком многое поставлено на карту. Благодарю вас, господин Грун. Вы снова отыскали что-то, из чего можно извлечь великую пользу? Именно так. Интересную статью одного вашего коллеги. Об ожиданиях, связанных с опекой, и об открытости службы опеки. «Открытость? Я всегда была горячей сторонницей открытости. Открытость вполне возможна и всегда служит общественным интересом. Общественный интерес — понятие широкое и глубокое, как тихий омут госпожа Стеллваген. Что верно, то верно, господин Грун. Примерно в таком тоне протекают наши беседы. В большинстве случаев после них мне нужно время, чтобы прийти в себя. Но я уже освоил эту технику. Немного адреналина мне не повредит». Понедельник, 5 января. «Вчера была прекрасная погода, поэтому я решил проверить, смогу ли я еще добраться до своих скамейок. До скамейки номер один идти 400 метров, дальше до скамейки номер два еще 600 метров, и под конец еще 400 метров, чтобы вернуться домой. Расстояние указано приблизительно. Я выполнил свою задачу с некоторым трудом. Мой радиус действия остался таким же, каким был год назад, и я с удовлетворением могу считать этот застой прогрессом. Ведь для меня самый быстрый способ куда-нибудь дойти означает двигаться медленно, чтобы не свалиться по дороге между двумя скамейками. Правда, идти спокойно, и при этом создавать впечатление уверенной скорости, пока не получается. Я отвергаю ролятор и опираюсь на палку, служившую еще моему отцу, но пока что слишком размахивая ею в воздухе. Потом пытаюсь по возможности элегантно расположиться на скамейке. «Числавный ты парень, Хендрик. Бог знает почему». Снова с большим удовольствием веду дневник. Я рад, что снова взялся за перо и жалею, что не брался за него целый год. Как говорила когда-то моя жена, больше всего жалеешь о том, чего не сделал. В ближайшие дни опишу в общих чертах события, произошедшие в нашем доме в пропущенном 2014 году. Вторник, 6 января. Самое важное событие произошло на второй день 2014 года. Похороны Эфье. Моя любовь, моя спящая красавица, лежала как живая, пока крышка гроба не бросила на нее последнюю тень. Церемония прощания прошла достойно. Прекрасная музыка, трогательные речи. Но все это не исцеляло отчаяния. Долгие месяцы я так тосковал по Эфье, что потерял всякий интерес к своим запискам. Стоило мне сесть за компьютер, как я машинально набирал ее имя. Время очень медленно залечивало мою рану. Второе по важности событие произошло в ноябре, когда Грития перевели на ту сторону, в закрытое отделение. Господин Альцгеймер нанес удар раньше, чем мы ожидали. Она все чаще сбивалась с пути. Буквально, когда на чужом этаже искала свой старый дом, и фигурально, когда забывала, для чего вообще служит чайник. До самого конца мы много смеялись. Она всегда, даже в своем безумии, оставалась контактной и благожелательной. Никакой злобы и никакого страха. При переселении спокойно следовала за тележкой, на которой везли ее пожитки. Такой деменции можно пожелать каждому. Но во время моих кратких посещений закрытого отделения я видел, что Грития была там, как роза в зарослях крапивы. В Хилигоме несколько страдающих деменциообитателей пансионата Дэн Велигенберг получили разрешение снова жить самостоятельно. Конечно, под присмотром, но все-таки. Однажды я внимательно осмотрел здешнее закрытое отделение и не встретил там никого, кому бы решился доверить ключ от отдельной комнаты. Разве что на время учебной тревоги. Интересно же, что они будут делать в случае наводнения, пожара или взрыва? Может, эти умники в Хилингоме поспешили выпустить на волю некоторых стариков? Госпожа Квинт, убежденная пессимистка, предсказала покушение на папу Франциско. Держа во рту половину пряника, она уверенно заявила. Он не доживет до конца года, как бы мы за него не молились. При этом она радостно обрызгала окружающих непрожеванной выпечкой. Эберт хотел поспорить с ней на сто евро, что сей благожелательный заместитель Иисуса на земле 1 января 2016 года будет еще жив и здоров. Но госпожа Квинт не настолько верила в свое предсказание, чтобы заключать парень. Должен сказать, что я искренне симпатизирую Франциско, хотя бы потому, что он ездит на белом Рено 4 1984 года выпуска. Интересно, какая судьба уготована этому раритетному папа-мобилю? Среда, 7 января 2014 год для нашего клуба с Ноном был переходным. Эфье, наша несущая колонна, рухнула, а в ноябре Игрите перестала участвовать в наших экскурсиях, где ей хотелось проверить все на ощупь. Это создавало определенные трудности, например, для охранников в залах Государственного музея. Мне интересно, я только потрогал и все. Это запрещено, мадам. Ох, тогда я больше не буду. Но в следующих залах история повторялась. Однако есть и хорошие новости. В клубе два новых члена. По моей рекомендации был принят мой немногословный приятель, владелец роскошного скут-мобиля господин Герт Хоокдаллан. А потом Эдвард вовлек в нашу компанию госпожу Вандерхорст. Он пришел к выводу, что его афазия, он говорит все более неразборчиво, и молчаливость Герта требует некоторой компенсации. Леония Вандерхорст словоохотлива, жизнерадостна, слегка сдвинута по афазе и полна идей. И ей нравится Эверт, которому нравится, что у него появилась разговорчивая собеседница, что в свою очередь побуждает ее частенько гладить его по лысой башке. Короче говоря, у клуба два ценных приобретения. Много месяцев подряд темой для разговоров служит закон о здравоохранении. Хотя рацион не был сокращен даже на чашку чая, некоторые жильцы уверяют, что уже ощутили на себе последствия экономии. Когда я попросил госпожу Слот Хаувер, которая задает тон дискуссии, привести пример, она не придумала ничего лучше, чем съязвить. Опять вы, господин Грун, с вашими примерами? Раньше госпожа Слот Хаувер составляла неотразимый дуэт со своей сестрой, но та в прошлом году скоропостижно скончалась, а пережившая ее сестрица унаследовала неистраченную порцию фамильной злобы. Но меня поддержали. Ну, госпожа Слот Хаувер, я присоединяюсь к просьбе уважаемого господина Груна привести нам хоть один пример, сказал Грамма. И тут она потеряла всякий интерес к обсуждаемой теме. Четверг, 8 января. Теракт в редакции французского журнала «Шарли Эбдо» меня потряс до глубины души. Я давно не реагирую эмоционально на очередные сенсации, но вчера целый день не мог прийти в себя. И словно по уговору мои соседи воздержались от обычных бессмысленных комментариев. Только господин Бакер заявил, что любого приезжего с бородой нужно сажать в тюрьму. — Синтер-классы, например, из Санта-Клауса? — спросила Леония. — Нет, не их, конечно. Только черных и коричневых. Залепить бы ему рот скотчем, а кормить только жидкой пищей через соломинку. Насколько мне известно, среди здешних обитателей никогда не было ни одного мусульманина. Я предполагаю, что турецкие и марокканские старики коротают свои дни на родине или сидят в заперти в квартирах своих детей, не выходя даже на лестницу, какова и является для них непреодолимой преградой. Среди персонала много мусульман, но ни один из жильцов никогда не заведет беседу об Аллахе с работягой или уборщицей в хиджабе. Мы о них ничего не знаем, они ничего не знают о нас. Возможно, я уже упоминал, что мы с Господом договорились не обременять друг друга. А Бог, который сулит попавшему в рай общества 72 девственниц, непонятно для чего, кажется мне глупейшим из богов, не говоря уже о том, что любой маломальский настоящий парень через несколько месяцев не оставит в девственницах ни одной. Кстати, а какая награда положена в раю женщину? Скоро будет минута молчания. Хотел бы я с упованием воздеть к небесам свою авторучку, но боюсь, что буду неверно понят. Пятница, 9 января. Инициативная группа «Самостоятельно жить дольше» разослала всем бургомистрам письмо с призывом обратить внимание на эволюцию в сфере заботы о престарелых. Старики не любят перемен, а словечко «Эволюция» звучит не так пугающе. Когда-то задачи дома престарелых считались 3К. Комфорт, контроль, контакт. Странно, что эти 3К как-то выпали из поля зрения инициативной группы. По мнению авторов письма, в наше время старики должны как можно дольше жить самостоятельно у себя дома. Звучит красиво. Но у этой медали есть и обратная сторона. По данным Центрального статистического бюро, в Нидерландах 300 тысяч совершенно одиноких престарелых. Большинство живет дома, и согласно новому подходу, они должны как можно дольше пребывать в полном одиночестве. Мы перегибаем палку. Проект домов престарелок, где старикам будет гарантирован и комфорт, контроль и контакт превосходен. Загвоздка в том, как его осуществить. В богодельнях старикам гарантируют только сюсюканье, несамостоятельность и безделие. Везде пишут о группах пожилых людей, ищущих новые формы совместного проживания, чтобы обеспечить друг другу вот именно комфорт, контроль и контакт. Но это не те пожилые, которым далеко за 80, а жизнелюбые, с идеями и деньгами, чуть старше 60 или 70. Так что воссы мы не там. На 2015 год я оставлю перед собой две задачи. Во-первых, дожить до 2016 года, а во-вторых, каждый день что-нибудь выбрасывать. Люди по своей природе барахольщики. Не так давно в комнате одного нашего покойного жильца уборщики нашли десятки пакетов сахара и ультрапастеризованного молока, пачек масла и кусков мыла, то есть товаров, которые во время войны выдавались по карточкам. А в ящиках покойного обнаружилось множество безделушек. Вазочек, чашечек, картинок, тарелочек, свечечек, бутылочек, флакончиков и баночек. Тогда я критически оглядел собственное жилье. Полно ненужного брахла. Собственно говоря, я должен каждый день выбрасывать одну бесполезную вещь. В тот день, когда куплю что-то новое, выброшу две вещи. К концу года избавлюсь от 365 ненужных вещей. Суббота, 10 января. Еще о событиях 2014 года. Клуб с Ноном медленно восстанавливался после кончины Эфи и ухода Гритти. Прошлой весной мы возобновили экскурсии. В нашем колье засверкали новые жемчужинки. Тогда-то и выяснилось, что нам нужны новые маршруты и новые идеи, чтобы не развалиться от бездействия. Мы договорились, что второй раз мы не поддадимся отчаянию и не потеряем зря несколько месяцев жизни. Мертвые, даже самые дорогие, в нашем случае не могут служить оправданием. И тогда можно оставаться на марше, сказал Эверт и поинтересовался вслух, существуют ли мастер-классы по росписи гробов, чтобы было веселее ложиться в землю. Ничего подобного он пока не нашел и считает, что такие ателье заполнили бы свободную нишу на рынке. Он также пожелал, чтобы на его похоронах мы не распускали нюни и не носили траур. И не только мы, но и могильщики. И чтобы мы за этим проследили. У нас появилась новая жиличка. Сегодня за чаем она поглотила десяток бастонских бисквитов, в состав которых входит мука, сахар, сироп, желток, сливочное масло, корица и гвоздика. После четвертого бисквита вокруг нее воцарилась тишина. Шестеро сотрапезников, затаив дыхание, наблюдали, как бисквиты один за другим исчезали в ее маленьком ротике. Пакет с бисквитами она принесла с собой, так что медсестра, собственно, не должна была вмешиваться. Но после восьмого бисквита она не выдержала. — Мадам Лакруа, так ли это разумно? — Тссс! — попыталась сказать мадам с набитым ртом. По крайней мере, так оно выглядело. После десятого бисквита она взглянула на публику и спросила, — Не желает ли кто-нибудь тоже попробовать? — Зачем вы это делаете? — Я художница-акционистка. Это перформанс! — ответила она. — Нам только этого не хватало, — сказал господин Бакер. Продолжение следует...